это видео к семинару 1 задание 31 и 32 вы можете воспользоваться некоторыми полезными ресурсами для программы стата на сайте который указан на вашем задании это может быть вам полезно также у вас будет в доступе очень простой учебник по регрессионному анализу в программе стата правда это очень старая версия статы но тем не менее некоторые вы полезные вещи оттуда можете использовать некоторые приемы работы с пакетом которые описаны ниже будут как раз приведены на основе этого учебника вы можете также пользоваться руководством пользователя я и сейчас использую программу стата 17 теперь перейдем к собственному заданию 31 это установка и запуск стата вам это может быть полезно если вы устанавливаете стату на ваш компьютер если вы используете zip файл со статой с другого компьютера то вы можете переписать фактически этот файл в любое место раззиповать его и программа ваша будет работать имейте пожалуйста также виду что есть внешние программы с расширением вот таким иду они находятся в каталоге стата вот с таким же именем и собственно говоря туда могут быть записаны разные внешние программы вы также можете использовать полезные команды которые касаются ограничений или в подсказке для того чтобы узнать какие ресурсы статы у вас на вашем компьютере установлены теперь мы переходим к заданию 3.2 и мы посмотрим как выглядит программа стата и какой у нее интерфейс я открою стату которая установлена у меня на компьютере и мы увидим вот такое окно и собственно говоря здесь кто со статой не работал обратите внимание пожалуйста на то какие части у этого окна или окна внутренние есть во первых одно из самых важных окон вот здесь внизу окно для ввода команд это окно для ввода команд центральное окно туда выводятся и результаты и команды но имейте пожалуйста в виду что эти команды и ваши результаты нигде не сохраняются если вы специально не зададите специальный файл вот здесь окно истории да вот так и написано история здесь сохраняются все команды которые вы выполнили есть еще еще также окно с переменными и окно со свойствами этих перемен вы также можете открыть для просмотра ну сначала для записи а потом уже для просмотра окно файла выдачи результата ну и понятно что между этими окнами вы можете переключаться как обычно я вам также весьма рекомендую использовать вот здесь есть команда помощи она очень хорошая и вы можете по ключевым словам искать необходимые вам команды как вы можете генерировать команды вот в этом окне первый вариант вот например вы можете открыть меню пройти по дереву команд и заполнив некоторое окно вы получите команду второе вы можете просто написать ее руками если вы знаете и используя также список переменных которые будут в этом окне ну либо из любого файла в том числе вордовского вы можете использовать команду копировать и вставить если посмотреть на любую команду то она имеет определенный вид и всегда она начинается со слова которое задает некоторую команду ну конечно английскими буквами это здесь приведено для примера сначала у вас идет команда дальше идет список переменных дальше вы можете задать некоторые условия или диапазон при необходимости задать файл который нужно использовать в квадратных скобках соответственно вы можете задать веса и дальше после запятой вот здесь есть запятая могут быть некоторые опции в квадратных скобках вот если вы видите то что здесь написано это необязательные составные части команд потому что некоторые команды они могут состоять просто из одного слова соответственно список переменных также может состоять и из одной переменной и из двух и более условия if или in они задают те условия или выделяют те наблюдения для которых необходимо провести анализ например вы можете задать регрессионный анализ только на подвыборки мужчин или подвыборки женщин ну команду использовать имя файла мы довольно таки редко будем использовать а вот весовые коэффициенты использовать веса мы с вами будем соответственно веса используются для того чтобы данные соответствовали генеральной совокупности я уже упомянула команду if это условие и мы здесь в этой команде должны использовать логическое выражение обратите пожалуйста внимание что мы можем использовать понятные операторы для вас больше меньше больше равно меньше равно но если нам нужно равенство то мы используем двойной знак равенства например тогда у нас нашей команде будет оценить регрессию если переменная мужской пол например равна единице ну так же мы можем использовать логические операции скобки и так далее оператор ин указывает диапазон наблюдений где мы должны задать начало и конец и в качестве конца может быть использовано например логическое выражение которое обозначается латинской буквой л ну и рекомендую вам также посмотреть полезные ресурсы которые вам могут быть полезны для того чтобы изучить как работать с программой стата они перечислены в пункте 3.3 логическое выражение